Мы говорили на двух постулатах, они базировались. Две основы было. Это центральное собрание, которое было праздничным и основным, таким, где было словословие, и также домашние общины, то есть домашняя церковь, которая, практически буду говорить так вам честно, я могу предполагать, что это было празднование шаббата. Пятницу вечером праздновали шаббат по домам, либо в гости собирались вместе. Поэтому это было привычно, петь песни, водить хороводы, читать Слово Божье в шаббат. Понятно, да? И это норма, это нормально, войти в шаббат. Все остальное время, будем говорить так, из-за того, что люди были привязаны к своим полям, к своему скоту, к работе, которую они делали. Я думаю, что не было бы такого понятия, чтобы собираться отдельно на собрание или кто-то еще. Это мое личное мнение. И почему я говорю об этом? Потому что еврейский народ, он все равно сохранил свою бытность. Не еврей хранил шаббат, но шаббат хранил еврея. Так есть такая пословица. И во все года, это было частью, даже когда отступал Израиль, каким-то образом они все равно приходили обратно. Это написано в Слове Божьем. Вот эти моменты. Я говорю об этих вещах, потому что мы посмотрим, что происходило. Почему мы, как в новом поколении верующие и даже христиане, или отуществляясь с христианской страной, как Украина, Россия, другие, мы думаем, что посреди недели обязательно должно было быть собрание. Или там еще какие-то дни. Но вы должны запомнить, что в субботу вечером все равно в русско-православной цепи проходит служба. И все монахи должны быть на этой службе. Независимо они служат, службу или нет, они все должны быть на этой службе. А потом уже утреннее служение, в воскресенье. В пятницу, все равно, я думаю, многие церкви пришли к тому, чтобы вечером, пятницу вечером делать разбор слова и все. Подсознательно какое-то есть все равно привязка к еврейской культуре. И это для меня очень важно, потому что мы будем сегодня рассматривать смерть церкви. Смерть ранней церкви. Если вы запомнили, мы говорили, что первые 300 лет церковь, она росла очень бурно, очень динамично. При том, чтобы она была под гонениями, при том, что она была в подпольном состоянии, количество людей к третьему столетию, уже на территории Римской империи, будем говорить так, примерно около 10 миллионов, да, мы говорили, примерно около 10 миллионов людей было. Это большое количество. И если говорить о том, что на то время людей было больше, на земле было язычников много, и все, церковь была в гонении. Во-первых, почему она была в гонении? Потому что фактически не понимали, что происходило, почему они так во-первых верили, не могли вникнуть, кому они поклоняются. Греческая культура, она была сильно влита в монолит общества, особенно Римской империи, что для них многобожье было нормой, и должно быть сомн богов всевозможных, капищ, где нужно было поклоняться. Римляне не понимали евреев, поэтому у них была внутренняя ненависть к евреям по одной причине. Они не понимали их, потому что они поклонялись к Богу, Которого не видят. Как можно поклоняться тому, чему не видишь? И отображение должно быть. Римская империя основывалась на том, что император – это представитель Бога на земле. Помните, да, такого? Среди всех богов он самый главный, как бы там все, волю богов творит. И мы начнем с того, что из Икии, в 8 главе, 6 стиха, и 6 стихи, и там 16, он пророчится некоторые вещи, которые потом происходили с ранней церковью. «И сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости. Какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища его?» То есть смотри, как сильно они пали, что они делают. Это как касается и Израиля, так и коснулось ранней церкви. Почему я говорю об этом? История повторяется. Из Икииля, 8, 6. Если у вас есть Библия, если нет, то берите Библию. Они здесь у вас есть у всех. Ящики там наполнены Библиями, поэтому вы не думайте, берите. История все повторяется. Мы видели день Пятидесятницы, в дни выхода Израиля из Египта. Они переживали день Пятидесятницы. День Пятидесятницы также переживали, но новая община. Падение, излеты, обращение и покаяние. Как это происходило в Израиле, так и в новой общине, которая состояла из евреев и неевреев, должна была быть испытана их вера и основание. Ранняя церковь была самым могущественным инструментом, который мир когда-либо видел. Ранняя община. То есть ранняя община, первого столетия, второго фактически, это было самым могущественным инструментом изменения человеческих жизней и душ. Языческие религии не могли устоять перед этой общиной, перед простой вещью. Хотя и говорится о том, что проповедь Евангелия или Благой Вести, это было юродство. Для некоторых людей это было непонятно. Оно настолько было простым, что это и бессмысленно для многих людей смерть на колгофном кресте за людей. Это была бессмысленность какая-то. И при том все приносило людям свободу, от которой они просто переживали перемены, большие перемены, как в личной жизни, так и в жизни, например, духовной жизни. Это понятно. Преследование очищало церковь. Именно церковь подполья, которая и были... Спасибо большое. Церковь подполья, которая находилась, держалась за счет того, чтобы иметь веру в Бога. И что Ишо говорил, что будут преследовать меня, будут преследовать и вас. И это давало фундамент для многих общин двигаться вперед. Что-то правильно. К 600 году практически ничего не осталось уже от той ранней церкви, которая была в начале. То, что заложили апостолы в основании всей общины. Ничего не осталось. Потому что община, то есть церковь, стала коррумпированной местом власти и управлением людьми. Буквально можно сказать, что к концу 6-го столетия мессианская община, как такова, которая зародилась в Иерусалиме после смерти Ишуа Мессида, потеряла свое мессианство и умерла как такова. Некоторые евреи были обращены в христианство. Многие папы были евреями. Но власть, она была коррумпирована. И как и во времена храма, если вы понимаете, о чем говорю. Римляне очень прекрасно понимали, что царь Ирод или другие цари, которые были, они не могут удерживать власть в Израиле. Власть была в руках священства. И первосвященник фактически держал власть в Израиле. И если коррумпировать власть в первосвященстве, тогда будет коррумпировано и все остальное. И эту цель враг достиг и в церкви. Конечно, 600 лет. Это период. Действительно период. Это серьезный период. Но опять же, мы говорим о том, какая была община и что произошло. Фактически в начале 4-го столетия начались перемены. И уже к 6-му, концу 6-го столетия эти все перемены пришли и ничего от ранней общины не осталось. И так. похоронным звоном для церкви стало не что иного, как принятие Константином, императором Константином понятие государственная церковь. 312-й год. Время перемен пришли в Римскую империю. Империя не могла удержаться. Были войны, были перемены, не было императора. Два человека, два брата, они метили на трон. Одного звали Константин, а другого Максентиус. оба они были сильные и фактически единственное, что пугало Константина, это то, что Константин он обращался к черной магии или же к колдовству и язычеству, так какому, и это пугало его. Вкануне войны, которая была между двумя братьями двух полков или дивизионов, не знаю, Константин очень сильно молился. Молился к высшему большинству. К высшему большинству. То есть не было понятия Бога как такового, то есть было к высшему. Кто-то там, кто-нибудь дайте силы. По легенде Константин в этот момент увидел возле солнца знак креста, то есть крест был на небе. Образ именно пылающего креста стал для него как символом вот о том, чего он подумал, что символ христианства был крест. А также была надпись, которая введение ему было «Победи этим». То есть победи это крестом. В этой битве Константин выиграл и стал императором. Восходя на трон, он объявляет всем, что с этого момента он стал христианином. Мы помним, что это время 312 год. Для многих и многих христиан это стало большой и радостью и тревогой, потому что 300 лет, будем говорить так, или меньше 200 лет, по большому счету, 200 с лишним лет, церковь была в гонении. Община была мессианская община. Верили в мессию, потому что на греческом языке мессия означалась Христос. Поэтому что христианская община, что мессианская община, это было одно и то же понятие, потому что все порядки, все действия в общинах в разных регионах, они были одинаковы. Они строились на двух основаниях. Это домашние группы, это проведение шабатов, а также центральным служением, проведением гавдалаи или же собрания в субботу утром. В синагогах либо это было, либо это было на месте, где был храм. Храм был разрушен, они собирались в разных местах на центральном собрании. Но мы помним, что было большое преследование. очень серьезные вещи. Потому что во время правления Диоклектина 287 год под 305 год христиане того времени прошли очень серьезное испытание. Практически, практически всех лидеров общин или же централизованной общения с верующими, кто были, Бум говорит, поставлены декана, пресвитера, епископа, Бум говорит, так, епископа будет старший, то есть управляющий. Были, или, как мы сегодня говорим, старейшины общения в еврейской культуре. Они были уничтожены. Они были распяты, они были брошены ворвы со львом, то есть они были в Колизее, они были уничтожены. Поэтому в страхе вся община она перебывала в таком подпольном состоянии, но при всем этом она умножалась и двигалась в том русле, как мы говорили. Мы говорили, что мы заходим в дом, где празднуется Гавдала, поются песни, ты не знал, куда ты попал, фактически ты не понимаешь, что происходит, как будто у всех праздник, все веселые, все радостные, потом начинаются хороводы, потом утихает это все, приходит состояние молитвы, ходатайство, кто-то пророчествует, кто-то поделится словом, и приходит исцеление, чудеса происходят, потому что ожидали, чтобы Бог будет делать с Духом Святым. Так продолжалось во все времена. Здесь во время преследования так же это проходило, если вы смотрели в фильмах, это тоже почти так происходит, более католическим описывается, но это так жила община, либо иудейская, либо христианская община, они не отделяли себя. Послушайте, потому что мы дальше будем говорить, что пришли перемены. Диоклетин, это был император римский, который при нем были очень сильные гонения. Это перед Константином. Жестоко расправлялись с общиной, тысячи и тысячи людей были замучены и убиты. 18-летний период гонений, которые переживают общины, это были самые тяжелые потери за все года, которые они пережили. Пытались уничтожить минус-скрипты, письмена, которые переписывались, те же письма Павла, те же письма Петра и другие, они были уничтожены. У нас фактически есть единственное, есть два оригинала Евангелия, которые переписаны на греческом языке, датирующиеся один двухсотым годом примерно, а другой трехсотым или четырехсотым годом нашей эры. Тора, который у нас есть в оригинале записанное, датируется пятисотым годом, самое-самое-самое старое. Одна из таких интересных моментов. Фактически это время было больших бедствий. Каждый член общины пережил гонение, видя, как уничтожали либо лидеров их домашней группы, либо потери в семье, родственников. теперь новый император Рима, восходя на трон, провозглашает то, что он признает и исповедует Ишуа Мессия, Иисуса Христа личным спасителем. Для многих людей это как бы шок, потому что они не понимали этого. движение, что вот пришло пробуждение, наше время настало, время Христа Мессии, и поэтому теперь весь мир познает, что Ишуа есть Господь и будет так всегда. В это время становится уже экономически выгодным быть христианином. Подожди, понять это. В это время уже становится экономически выгодно быть христианином. Дни гонения уже окончились. Теперь лидеры, которые возглавляли общины или там домашние группы и так далее, уже смотрели на них с достоинством, как бы приравнивая то, что император стал их человеком. стало быть выгодным христианинам в это время. Евсевий писал, что Константин был щедр на денежные даяния, почести для новообращенных. То есть он одаривал людей подарками, те, кто приходили каяться и принимать новую веру. Можно представить, что в это время фактически каждый хотел покаяться теперь. Либо покаяться, либо голова с плеч. В это время Константин начинает делать небольшие маленькие такие реформы, которые впоследствии приведут к большим переменам и катастрофам. Но утвердится как постулат церкви до сегодняшнего дня. То есть в воскресенье он дает повеление, чтобы в воскресенье будет отдых для солдат христиан. Все в казармах, а для христиан, именно верующих Христа, да, он дает выходной воскресенье. через время он официально делает выходным в Риме. Воскресенье. Первый день недели. И понятно почему, да? Константируясь со священниками или там со служителями общины, которые стали ближе к императору и понимают, где Евангелие, что описывается, что первый день недели он воскрес из мертвых, это праздник для христиан и так далее. И он делает воскресный день официальным днем отдыха в Риме для того, чтобы христиане могли быть свободны отдохнуть и праздновать. Мы понимаем, что это время мы еще не пересекли календарей. то есть понимаешь, да, еще как бы воскресенье вечером, как бы в субботу вечером про отдых и все остальное. Через время, буквально совсем малое время Константин заставляет солдат язычников говорить молитву, христианскую молитву. И это предположительно, это молитва Отче наш. Моди представит, полки стоят и все провозглашают таким голосом. Насильно было. Через время, то есть вы помните, день выходной был провозглашен для Рима, для христиан, для христиан и половины. Через время он провозглашает, что воскресенье день отдыха и нельзя работать и полного отдыха во всей империи. Для всех, независимо, христианин-то или нет. Оттуда мы получаем воскресный день выходной до сегодняшнего дня. Красиво. Просто никто не заметил даже это. Константина тратит огромные суммы денег на строительство новых церквей, то есть новых зданий. Я немножко потом нарисую, на что оно было похоже. один писатель отмечал такую, неизвестный писатель, то, что происходило в Италии в это время. Он, то есть Константин, разграбил родовое императорское поместье для славы нового Бога. Он не жалел родовое поместье, то есть денежное состояние всей империи для того, чтобы прославился новый Бог. Константин раздавал огромнейшие участки земель для общин, для того, чтобы они поселялись там и вставили в свои церкви места для поклонения. Фактически ничего страшного не происходит, взять на первый взгляд, потому что каждая еврейская или иудейская община имели свою синагогу. При таком жестком предыдущем гонении, где община была в рассеянии, в домашних группах и так далее, у них не было собственного здания. Теперь им позволяется спокойно, как на основе синагоги, приходить и делать места поклонения. Ничего компромиссного нету, правда? Если бы сегодня всем нам раздавали бы участки земли прямо в центре и в других местах, встроите, пожалуйста, делайте это все. Все с радостью это будут делать, хотя это делать до сих пор, до сегодняшнего дня. Сегодня фактически для православной церкви можно построить за один день сооружается капличка. Вот тебе и место для поклонения. Понимаете, да? Нечего сложного, но Константин начинает закладывать основу, основу, которая потом приведет к краху всей церкви. Для верующих в 356 году сын Константина Констанций в 356 год. Он делает немножко, проходит немножко дальше. Он с помощью отца запрещает все языческие жертвоприношения. Он закрыл все языческие храмы и заставил тех, кто входили в капище прийти в церкви под страхом смерти. Для верующих до Христи, для ранней церкви, которая не привыкла к такому удивительным переменам, которое было постоянно под гонением, постоянно было под прессом, постоянно было под давлением. Это были чудесные перемены. так называемые переживания пробуждения. Как и многие из нас этого хотели бы иметь. Смотря на то, что сделать еще одно христианское государство. Это уже было. Поэтому ничего не нужно делать. Лучше быть христианином, нежели что-то делать по-христиански. Понимаете, да? Мы уже все много пережили. Тем не менее, долгосрочные результаты, которые применял Константин, принесли свои результаты. Принесли. Долгосрочные результаты он вводил, он принес свой результат. Он смог объединить людей под понятием свобода. Более того, церковь принимает Константина как нового реформатора. в таком понятии, как апостол Павел. И то, что задумал Константин, впоследствии привело к катастрофе. за дух Константина была совсем другая, чем представляла эта церковь. Он не просто сделал христианство официальной религией. Он решил ее изменить. Он решил изменить все христианство. Не забывайте, если мы говорили о том, что в это время понятие христианства это мессианское движение, мессианское община, церковь которого был в разных местах. В обмен на благосклонность Константина он требовал контроль над всей религией. Запомните это. У римского императора был статус, то есть его называли понтифекс максимус. это было до христианства еще даже. Другими словами это верховный священник. Понтификс максимус. Максимус. Да. По закону Рима император был в курсе всех религиозных дел империи. Он должен бы это делать. веками римский император был главой языческой религиозной системы. И здесь Константин не хотел уступать в своем понимании. И фактически на благосклонность которую он делал христианская церковь которая уже в это время ослабела в своем пороческом движении откровения свыше. В это время уже не было пороческого слова к этому времени. Они принимают его как был говорить человека который делал реформу ставя его во главу пример и очевидно ему оставляет эту позицию понтификс максимус всей церкви. К большому сожалению не имея водительства Духа Святого и будучи ослепленной такой свободой которая принес им Константин и они вдохнули полной грудью много язычников покаялась в это время примкнули к церкви и для них это не было настоящим раскаянием покаянием они не платили за это кровью. Фактически они пришли к тому пониманию что ничего почти не изменилось и отдали ему это первенство назвали его новым апостолом и может быть даже он себя видел таким образом в одной из церквей базилика так называлось он построил 13 статуй из людей 13 статуй сделал 12 из них это были апостолы 13 это был он который выделялся из них из этих 12 ростов и могуществом христианство как таково в это время для него казалось примитивным и чистым имеется ввиду знаете некорруптированным некоррупированным неразвращенным оно имело в себе чистоту еще до этого времени во всем и понятно что оно не было организовано имеется ввиду не было централизовано аминь мы дальше пойдем сейчас перемена пять минут пять минут